Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео я покажу и расскажу, как из простого карасика можно приготовить 3 полноценных блюда для всей семьи на завтрак, обед и ужин, или первое, второе и десерт. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю... Дубль три! Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю самое простое, самое-самое простое, но в то же время самое вкусное блюдо это карасики. У меня два вот таких карасика. Вот такие карасики должны быть, чтобы они были вкусные. Каждый карасик весит по килограмму 200 грамм. Сегодня я постараюсь приготовить из этих карасиков два, а если мне повезет, то даже целых три очень вкусных блюда. Смотрим. Самое первое я карасиков чищу. Вот такая простая чистилка. Как рыбу чистить, вы все знаете. Карасики почищены. Когда я говорил, что у меня, возможно, получится три блюда, я имел в виду карасика, которого я приготовлю особым способом. Из голов и хвостов я сделаю уху, а еще, если мне повезет, у карасиков будет икра, и тогда мы засорим икру. Ищем. И в этой повезло, отлично, будет три блюда. Приступаю к приготовлению карасиков. Запеченный карасик. Для этого я отрезаю у карасика голову, сразу за грудным плавником. И хвостик. Хвостик имеет очень много косточек, поэтому я отрезаю его сразу за анальным плавничком. Хвостики и головки я использую для обалденнейшего бульона, но сначала из голов я вытягиваю жабры. Вода для рыбного бульона закипает, духовка разогревается, а я начинаю готовить карасиков. У меня есть морская соль, но она мелкого помола. Обычно я использую крупную морскую соль, она намного вкуснее. И солю карасиков. Из-за того, что караси были самками и у них была икра, у них ребра очень тонкие, практически прозрачные. Хорошенечко перчу белым перчиком. Только белый перец и соль. Лимон я буду использовать уже, когда рыбка приготовится. Белый перец, в отличие от черного, имеет более утонченный аромат и под такую белую рыбку он прекрасно подходит. Вкус рыбы будет намного нежнее и утонченнее, и элегантнее. Теперь, чтобы на карасиках была хорошая золотистая корочка при запекании, я поливаю их обычным растительным маслом. Для того, чтобы блюдо всегда было идеальное, я приговариваю секретную приговорку, чтобы понравилось моим друзьям. Чтобы понравилось моим друзьям. Чтобы понравилось моим друзьям. Кроме того, что это правда, эта приговорка еще отвлекает наш мозг от всяких глупостей. И мы думаем только о том, чем мы занимаемся. Только о приготовлении, о вкусной еде. Я использую вот такой алюминиевый диск для пиццы, потому что так между рыбкой и самим противнем будет небольшой воздушный промежуток. И рыбка будет не париться, а именно запекаться. Использую я самую обычную, маленькую микроволновку с функцией духовки. Вот так разложил карасиков. Сейчас я сюда сложу сломанную бамбуковую палочку, чтобы ребрышко было раскрытое. И ставлю в духовку. Воды наливаю только, чтобы головы и хвостики еле-еле покрылись. Вот так не до конца доламываю бамбук. Из-за того, что у него есть волокна, палочки держатся. И вставляю в ребрышко. Духовка разогрета до 180 градусов и уже вышла на рабочую температуру. Сейчас я ставлю карасиков в духовку. И они будут там запекаться минут 30, в зависимости от того, как это все будет происходить. Потому что достаточно большая масса для двух карасей, а у духовки ограниченные возможности. Вот так 5 минут и карасики уезжают в духовку. В бульон добавляю немного черного перца, лавровый листик, морская соль. Обычно я в бульон добавляю еще и репчатый лук, и морковку, и хвостики петрушки. Но сейчас всего этого, к сожалению, нет. Но как правильно и вкусно сварить бульон из любой рыбы, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Бульончик из карасиков варится, карасики в духовке греются, а я займусь икрой. Икры из двух карасей получилось 470 грамм. Икра из карасика очень вкусная, почти такая же обалденнейшая, как и икра из леща. Сейчас я использую вот такое красивое сито с большими ячейками. И через это сито я протираю икру, чтобы освободить ее от пленочек. Это делается очень просто. Я работаю голыми руками. Перед тем, как протирать икру, нужно обязательно взвесить тару. Потому что я потом буду добавлять соль по весу. Я взял вот такую маленькую хитрость. Я на всех посудинках, какими я пользуюсь, написал несмываемым фломастером вес. Эта тарелочка весит 339 грамм. Вот всего столько пленочек осталось из икры. И вот такая красивая, очень хорошенькая икра. Для того, чтобы икра правильно просолилась, была здоровая и очень вкусная, я использую пропорцию соли такую. Ровно 4% соли к весу икры. Но, есть один лайффак. Ни в коем случае нельзя отвешивать соль для засолки икры на вот таких простых кухонных весах. Потому что, когда соли очень мало, мы можем насыпать соли в 2-3 раза больше, а весы даже не сдвинуться. Я всегда использую только вот такие ювелирные весы. У них цена деления 1 сотая грамма. Соль обязательно использую крупную и растираю ее в ступке, чтобы она стала более мелкой. И за 2-3 приема полностью солю икру и перемешиваю. Я это делаю для того, чтобы, если попадется какой-то крупный камешек соли, чтобы он расстолокся и не было в готовом продукте кусков соли. Теперь беру обычное маленькое сито. Делаю вот так. И перемешиваю. Хотя я на ступочке и талок соль, все равно вот такие крупные кристаллы остаются. Поэтому я еще раз это все буду доталкивать. Икру накрываю пленкой полностью, чтобы был контакт, чтобы воздух под пленкой не оставался. Ровно через четверо суток икра будет готова. За это время она еще загустеет. Для того, чтобы она была вкуснее, я ее разбавляю обычным рафинированным растительным маслом. До консистенции очень густой каши, чтобы ее можно было легко намазывать на хлеб. По вкусу это абсолютно никак не будет заметно. Но сама текстура икры будет более интересная. И все будет намного вкуснее. А если вам непонятно, как правильно сольить икру, то как засолить икру любой рыбы, абсолютно любой рыбы, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Пока карасик готовится, я расскажу еще один лайффак. Вот такие лимончики, но они уже немножко странные. Потому что я с них снял полностью всю цедру на мелкой терке и заморозил. А цедру я буду использовать в кулинарных шедеврах или там, где она нужна по рецепту. Первое блюдо это обалденнейший рыбный бульон. Очень вкусный. Второе блюдо это обалденнейшая, ну конечно же обалденнейшая красная икра или оранжевая икра из карасиков. И запеченные караси с лимончиком. И конечно же хорошее сухое вино. У карасиков были головы и хвосты. Если бы я запекал карасей целиком, то толку с голов и хвостов в запеченном виде очень мало. Но из-за того, что я их отрезал и сварил из них бульончик, у меня получилась целая кастрюля наваристого бульона, который я могу использовать для первых блюд. Если он мне пока не нужен, я его замораживаю. И потом в любой момент я использую готовый бульон или для соусов, или для супов, или даже для борщей. Бульон из голов карасиков варился ровно 30 минут, а сами карасики в духовке, в очень маленькой микроволновке, два таких огромных карася, запекались всего 30-33 минутки. Сверху они получились вот такой обалденной золотистой корочкой, покрытой. Пахнет классно. Пожалуйста. Нет? Ты же хотела чопнуться. Идёшь в кадр? Иди ко мне в кадр. Иди ко мне в кадр. Карасик. Хочешь карасика, Танюшенька? Хочу. Угощайся. Я хочу сказать. А, скажи, пожалуйста. Возьми бокал. Друзья, на нашей кухне всегда волшебство, потому что настоящий шеф-повар готовит с любовью каждое своё блюдо. Спасибо. Угощайся. За тебя. Спасибо, как и кушать. Так, ручками берешь, отломываешь, и кушаешь. Я хочу. Рёбрышко. Класс. Карасик сладенький. Ммм. Супер. Обалденные караси. Не нужна ни сметана, ни мука, ни много мелких косточек. Просто самый простой рецепт. С удовольствием хочу насладиться уже в тишине со своей любимой обалденными карасиками и белым веном. Друзья, я очень люблю готовить, я готовлю с любовью, я желаю, чтобы у вас тоже в жизни и на кухне всегда была любовь. Пишите комментарии, насколько понравился вам мой рецепт, ставьте вот такие красивые лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. ЗВОНОК В ДВЕРЬ